Просто полет мыслей и сплошная наука. У нас студенческая аудитория не такая сегодня богатая, но хочу сказать, что Андрей Николаевич не придет, а это значит, что мы узнаем что-то новое опять про кораллы. Он у нас следит за кораллами все время и самые последние сведения доносит до нас. Спасибо, добрый вечер всем, кто пришел. Да, наверное, с выключенным светом это будет интереснее и ярче. Я этот доклад хотел сделать ровно год назад. Как вы видите, здесь объявление о том, что я его уже делал, только делал я его в другой аудитории, в Венском университете. Я, вернувшись из очередной поездки на Красное море, я был переполнен впечатлениями, поскольку оказался свидетелем события, как мне казалось, незаурядного. И сегодня то, что я вам покажу, как раз относится к одному из таких, если сказать, достаточно редких явлений, которые до сих пор, по крайней мере, были в Красном море, поскольку это очень специфический водоем. И то, что на настоящий момент считается достаточно обыденным уже для глобальной коралловой экосистемы, в этом месте до сих пор считалось очень редким. Итак, я буквально два слова скажу, поскольку я уже несколько раз, может быть, даже эти картинки показывал, когда рассказывал до того о ситуации с современным состоянием глобальной рифовой экосистемы. Это карты, которые отражают, по крайней мере, акватории, в пределах которых живут современные герматитные склероктини, то есть симбиотические кораллы рифостроители. А цветами обозначены просто их видовое разнообразие. Но более того, в данном случае стоит указать, что это одна из двух богатейших в мире экосистем, которые, несмотря на то, что она занимает там вот этот 1% морского дна, тем не менее включают в себя 25% всех морских видов, по крайней мере номинальных, те, которые на настоящий момент аквисы. И тоже очень люблю показывать эту картинку, хотя она уже очень старая. Это огромная колония паритеса, которая, как вы видите, включает очень большое количество сосуществующих с ней беспозвоночных, в первую очередь беспозвоночных. Как вы понимаете, их теофауна на коралловых рифах также огромна. Чтобы вот это подтвердить, ребятам курс индивидуальной соколомиады, который я читаю сейчас, я показывал видео, которое я снял в прошлом году, весной, на атолле Субатаха. Это Филиппины к югу от острова Палаван, и это просто фиель, это рыбный суп, по-другому это просто нельзя описать. Характеризующий нормальное здоровое состояние рифа, таких мест осталось, к сожалению, очень мало. И это всемирное наследие ЮНЕСКО, это место конкретно, благодаря своей значимости, такой вот уникальности, богатству, оно в свое время даже попало на самую главную банкноту филиппинскую в 1000 песос. Здесь вы видите, поскольку у меня есть, я хочу допустим, покажу, что вот здесь вот изображена карта Филиппин, и вот, собственно, место, где находится этот атолл, не ли, два атолла северного и южного. Собственно, это то, как должны выглядеть нормальные здоровые коралловые рифы. А вот так, как они выглядят сейчас в основном преимущественно на большей части ареала. Если брать глобальный ареал распространения герматипных филирактиней, то их экосистемы превратились в совершенно или безжизненные, или очень слабо населенные кладбища. Такие вот. И к этому, естественно, непосредственные отношения имеют прокатывающиеся по мировому океану, по экваториальной зоне волны тепла. Вот эти heat waves, вызванные Эль-Ниньо, откатом мощного холодного течения Гумбольта у западного побережья Латинской Америки, приводящие к полной разбалансировке циркуляции вод вдоль экватора. Таким образом, вот эти вот красные и желтые участки – это территории, где температура приповерхностной воды может достигать 30, 32 и более десятков градусов. Эта карта сделана в апреле-май 1998 года, когда получилось самое первое из глобальных обесцвечиваний. То есть температура воды поднималась настолько высоко, что мелководные кораллы утрачивали своих симбионтов и из красных, желтых, бурых, зеленых, коричневых, синих становились мертвыми бледными. До сих пор, с 1998 года, мы имеем уже 4 глобальных обесцвечивания, причем, если некоторые из них достаточно короткими были, то есть в течение нескольких месяцев все же как устаканивалось, и даже кораллы в некоторых случаях восстанавливались, хотя по большей части полностью разрушались. Вот 2014-2017 год – это потепление, это дисбаланс циркуляционный, гидрологический. Продолжался почти 3,5 года, что нанесло катастрофические повреждения кораллам после 1998 года. Это было самым мощным обесцвечиванием и гибелью кораллов, но сейчас мы с вами присутствуем, живем при четвертом. И как вы видите, промежутки между этими событиями становятся все короче и короче, и это очень плохо. Соответственно, вот здесь вы видите естественную окраску паритеса, пусть она не очень яркая, в правом нижнем углу паритес лобата – это австралийский вид, который такой вот палевый, если угодно, светло-коричневый. А то, что вот тот же вид паритеса или другой, нет, это другой паритес, но там, говорит, того места, утративших своих симбионтов. И это, по крайней мере, внешне проявляющаяся легко заметная, бросающаяся в глаза характерная особенность перегрева поверхностных вод, поскольку герматитные склероктинии существуют в пределах от 17-18, хотя это для них уже очень плохо, до 29-30 градусов. Это нормальный спектр температур, при которых они могут функционировать. Ниже плохо, они погибают, и в первую очередь погибают их симбионты, они просто отторгаются. Вот эти симбиодиниумы, зооксантеллы, они же динафлагеляты, которые живут в клетках гастродермиса, они не погибают сами, они просто отторгаются клетками из-за разбалансировки биотемических процессов, всего этого метаболизма, в результате чего кораллы белеют. Если заселение ткани не осуществляется в течение двух-трех недель после обесцвечивания, кораллы просто погибают. Как только гибнет живая ткань, скелет перестает контролироваться, соответственно, он превращается вот в этот самый, его называют coral rubble или коралловый гравий, то есть, по сути дела, грубо мертвых обломков, которые при благоприятном стечении обстоятельств может стать субстратом для заселения новыми кораллами. Вот это то, что на большей части Мальдивских островов наблюдалось после вымирания 1998 года. Это через три года после вымирания, как вы видите, здесь только маленькие колонии в некоторых случаях начали формироваться, но по большому счету это восстановление занимает по крайней мере 10-15 лет. После вымирания 1998 года я на Мальдивах был теперь же, в 2016 году я поразился, насколько там все было, по крайней мере, в некоторых местах хорошо, то есть восстановление идет. Проблема в том, что после одной волны накатывает вторая. Вот это вот колонии, выросшие за практически 18 лет, 15-18 лет, и, как вы видите, если бы не вот эта мертвенная бледность, они выглядели как настоящий полноценный, долгоживущий коралловый риф. Но, увы, в 2016 году все было разрушено, в чертовой мать, и опять. То есть по Мальдивам прокатывали в меньшей степени вот это вот обесцвечивание, и часть колонии гибла, но тем не менее, вот почти 20 лет им было дано для того, чтобы восстановиться. Ну вот, как вы видите, это результаты обесцвечивания 2016 года, вот я говорил, длинные, в 2014-2017 год, и вот, собственно, то, что после него осталось на дне, и в некоторых случаях молоденькие вот это полутора, максимум двухгодичные колонии начинают снова появляться. Однако, как вы видите, это какой-то один опортунистический вид, и, в общем, это нормальная стратегия, что для растительных, что для коралловых биоцинозов, когда свободное пространство быстро заселяется какими-то эфемерами, а в дальнейшем уже начинается сукцессия, как бы позволяющая восстановить структуру, исходную структуру, которая характеризуется большим количеством видов живущих совместно. Это та же самая очень похожая картинка того же самой весны 2016 года, и вот, опять же, как после 1998 года восстановившиеся рифы, как вы понимаете, самыми хрупкими и самыми чувствительными к таким тепловым ударам являются именно ветвящиеся виды. Вот, собственно, такая картинка неповрежденных в 1998 году склонов большого барьерного рифа, которая, к сожалению, погибла. Это динамика обесцвечиваний на Большом барьерном рифе. Собственно, концовка 2016-2017 года, которая, как вы видите, она сползает вниз. Потом вроде два года перерыва было, и в 2020 году как раз южная часть Большого барьерного рифа была затронута этим событием. И вот как это выглядело с самолетиками. Там маленькие самолетики летают между материком и биологическими станциями. На севере Лизард Айланд, на юге Эрон Айланд. И все это было белым, абсолютно мертвенным. И все эти кораллы погибли. Вот в чем суть там. По крайней мере, до глубин в 15 метров все погибло. 2020 год много где оставил свои судьбы. Вот так вот тоже после периода достаточно спокойного периода на Баганских островах выглядят погибшие колонии в 2020 году. То есть это акропоры. Даже на обложку журнала Нейча попала. Естественно, что картина, несмотря на то, что мы говорим о глобальных обесцвечиваниях и глобальных вымираниях, они крайне мозаичны. То есть между вот этими большими событиями разных местах Мирового океана случались локальные обесцвечивания, которые также убивали рифы на тех или иных территориях. Это и Фиджи, это и Оман, это и Сейшелы и так далее. Но вот когда случается такое, как глобальное вымирание, соответственно, мы можем говорить, что во всех акваториях Индийского, Атлантического, Тихого океанов, то есть трех самых крупных океанов, на которые приходится тропическая зона, где существуют эти кораллы, то в некоторых случаях погибало до 90-95% всех кораллов на глубинах до 15 метров. Вот Индийский океан в этом смысле самый уязвимый, почему-то оказался, Индийский океан и Карибское море. Казалось бы, как бы события Льнинья, они распространяются в основном на Тихий океан, вот Пацифика, но влияние через проливы, значит, соответственно, из Пацифики в Индийский океан каким-то образом таково настолько сильно, что, может быть, из-за объемов, да, гигантских глубин, которые характеризуют именно Пацифику, что-то, так сказать, компенсировалось, какая-то компенсационная. Хотя я нырял и в Пацифике, и в побережье Коста-Рики, там все мертвое давно. Так или иначе, рефугиумом на протяжении многих десятилетий, для, по крайней мере, по мнению специалистов по кораллам, являлось Красное море. Это 23-й год, и 22-й год фотографии моего. И, как вы видите, это, когда я нырял там после этого огромного количества погружений в разных точках земного шара, для меня вот это было настолько удивительно, настолько редко удается увидеть неповрежденный, практически неповрежденный коралловый риф без какого-то намека на восстановление, как будто здесь все вот так было всегда. И это действительно так. Считается, что коралловые рифы Красного моря существуют без вымираний, без каких-то мощных перестроек и так далее, на протяжении 10-11 тысяч лет. Это самый древний живой коралловый риф, если брать всю эту рифовую экосистему, в мире. И если пробежаться по научным публикациям, то высказывается предположение, что именно это вот место, оставшееся заповедник Гоблина, которое как бы дает надежду на то, что несмотря на все трудности и препятствия, они держат этот удар. И держат они этот удар по нескольким причинам. Итак, это самое теплое и самое соленое море, полузамкнутое, если так сказать, с очень ограниченным обменом через Суэцкий канал и с несколько большим обменом через Баб-Эль-Мандерский пролив на юге, море в тропиках. И действительно, в него впадает очень мало рек. Понятно, что это совершенная пустыня, что с одной, что с другой стороны. Араильский полуостров и северо-восток засушенный, северо-восток Африи. Второе, это же мощный желоб. То есть, по сути дела, это разлом между двумя плитами. Африканская и вот этой вот большой плитой Араильского полуострова. Поэтому точно так же, как и Байкал, глубины, превышающие полтора километра. То есть, это мощный желоб, который на самом деле может являться, опять же, демпфировать, то есть, таким аккумулятором холода на глубине. Что еще можно сказать в качестве благоприятных условий? Это тоже очень небольшой, по большому счету, большой-небольшому счету, хорошо сказал. Не очень значительное влияние сельского хозяйства. На берегах почти ничего не растет. Опять же, ввиду зашлышливости, ввиду того, что там грунты, это либо пустыня, либо скаменистая пустыня. Поэтому, ну, трафик. Трафик нефтяных танкеров, за которыми, в общем-то, следят, нефтяных отливов там не очень много. То есть, это все играет этому на руку. Да, перелов рыбы, ну, в общем, за этим, на самом деле, пытаются следить. И на рифах рыбу ловить запрещено категорически. На этом хорошо. Хотя ловят, но, тем не менее, конечно, не промышленным способом. Ну, что касается туризма. Красное море такая мекка. Не только для дайверов, а для отдыхающих. Самый дешевый туризм. И, в общем, там, где туристы многочисленные, риф-то поубитые уже. Ну, если вот так сверху иногда смотреть, каждые две минуты проходит новая группа дайверов. Как будто с экскурсоводом. Вот, и они идут бесконечными рядами, идут, и идут, пузырят. И, естественно, что уровень подготовки их очень разный. И они ломают кучу этих кораллов ластами, руками, головами. Сам наблюдал. То есть, в этом смысле, да, плохо. И здесь вы видите, опять же, карту распределения температур. Вот. То есть, нет, на самом деле, вот это. Еще раз вернемся. Конечно, самое жаркое. С температурами иногда достигающими 34 градусов. Это район Ритреи, Судана, на границе. Вот. И там кораллы чувствуют себя не очень хорошо. Их и меньше, и так далее. А вот север Красного моря, как бы верхняя половина его. Это совершенно замечательный оазис. И несмотря на то, что обесцвечивание кораллов, а мониторинг там ведется с начала 80-х годов, вот, были, отмечались локальные обесцвечивания. Все-таки, как вы видите, синих точек гораздо больше, чем красных. И синие, красные точки в основном сконцентрированы в южной половине. Ну, хотя некоторые встречаются и там где-то на севере. Как вы видите, здесь то есть, что говорит о том, что несмотря на удары, вот, 98-го года, 16-го года и так далее, 10-го, да, Красное море выстояло и, в общем, особенного ущерба, если так сказать, да, то есть, эти тепловые волны ему не наносило. Красная стрелка показывает место погружений в 23-м году, где я оказался по приглашению. На самом деле, мониторингом кораллов занимается достаточно большая группа сотрудников постоянных и непостоянных ЮНЕСКО. Существует большая группа специалистов, в основном это профессура из университетов Австралии, Северной Америки, Великобритании, есть французы, есть несколько скандинавов. Вот в какой-то момент меня пригласили поучаствовать в одной поездке, потом я, честно говоря, сейчас уже, наверное, в трех поездках я был. И основная задача – это фиксация текущего состояния рифов в той или иной точке, заказывается лодка, и, соответственно, с этой лодки эти съемки производятся. То есть, собирать материал в таких условиях, для моей собственной работы научной, никак не получается. Я потом в подводный хроникер, как и остальные участники этих поездок. Это так называемые рифы Сент-Джонс, то есть, это не совсем центральные, но, в общем-то, считающиеся югом северной части или началом центральной части вот этого моря. И, как видите, здесь температура на острове Забаргат, стоит метеорологическая станция, температура воды, которую вы видите здесь, она на пределе аномальной. То есть, 30 градусов – это уже не очень, это очень тепло. А если под водой вы в гидрокостюме и 32 градуса, это вы плывешь и потеешь, я это называю, в соленой воде. Это очень тепло. В конечном итоге мы ныряли без этих костюмов, в одних футболках и шортов. И вот, собственно, впервые, я не ожидал, что мы этого увидим, впервые в своей жизни я увидел массовое обесцвечивание кораллов. Это мой напарник, местный египтянин, дайвмастер, который, собственно, сопровождал. Мы разбивались на пары для того, чтобы не перекрываться. Соответственно, каждый фиксировал на видеокамеру участок какой-то рифа. И вот я хотел бы кратко пройтись по основным наблюдениям, которые, поскольку это первый раз в моей жизни было, когда я наблюдал это событие в таких абсолютно количествах. И, соответственно, я перечислю и покажу, проиллюстрирую все вот эти положения. Сейчас я только перед этим скажу, что, в общем-то, большинство обесцвеченных колоний были еще не повреждены настолько, чтобы можно было говорить, что колония умрет. Здесь еще надо отдать должное Красному морю. Наверное, 70-60-70% колоний кораллов, которые там живут, это массивные колонии. То есть это так называемые коралловые головы. То есть это большей частью мантипоры, это паритесы, которые не образуют ветвей. Это вот такие огромные гигантские надолбы или колонны. И они удар, вот это нагревание держат легче, и они легче возвращаются к исходному состоянию, то есть репопулируются симбионтами. Некоторые колонии были полностью обесцвечены, некоторые колонии все-таки демонстрировали частичное обесцвечивание. Понимаете, после двух недель в воде 32 градуса, подумайте, да, то есть расцвечивание начинается где-то через 10-14 дней после того, как температура не падает, даже ночью. Обычно это случается, когда полное безветрие, то есть вода не перемешивается, естественно. И в результате, собственно, вот этот застой, он инициирует нарушение, собственно, в этой симбиотической системе. Да, были мертвые колонии, их легко было увидеть по слою водорослей, пусть и небольшому, такому как войлочек. Войлочек, да, покрывал уже, зеленые водоросли селились на них. И если этой колонии ты видишь, что по размеру ей типа тысяча лет, и она погибла две недели назад, да, она еще росла в момент крещения Руси, это, конечно, как бы, ну, очень жалко. Значит, обычно это делается так, никаких якорей лодки не бросают, собственно, эти же буи используются туристическими судами, два-три троса прикрепляют лодку к этим буям, и дальше вот, собственно, этот риф из Сент-Джонс, они такие очень интересные. Ну, во-первых, внизу видно, что это действительно несколько тысяч лет, это огромные, иногда по 5-6 метров в диаметре, вы представляете, что такое 5-6 метров? Вот это сам живой коралл наверху, а вот это его основание, которое наросло за тысячелетия жизни. И между ними очень большое количество пещер, очень большое количество проходов всевозможных. Там на стенах еще всякие гидроиды, мшанки, губки, но их не очень много, потому что это все-таки уже такая сумеречная зона. А все живое это как раз наверху, да, на глубинах где-то там от 1 до 5 метров. Ну и вот, собственно, я сейчас покажу некоторое количество иллюстраций, которые демонстрируют состояние рифов Сент-Джонс на тот момент. Мы в основном крутились вокруг них, потому что это знаменитое место. И я хочу обратить ваше внимание, кроме всего того, что вот эти белые и необесцвеченные кораллы, насколько, ну, в общем-то, невелико количество рыбы. В некоторых местах их было побольше, в некоторых местах их было поменьше, но, в принципе, для меня вот эта пустота, она просто как бы шокировала. Потому что на здоровом рифе рыб много, очень много. А здесь, конечно, эта ситуация была, ну, явно показывала о том, что здесь слишком тепло. А под риф, когда заплываешь, там вообще, видимо, до 34, оттуда прямо волны жара тебя окатывают вот этой теплой водой, там, где вообще циркуляция затруднена. Это вообще ужас, тошнит. Значит, обесцвечивание было от нуля до приблизительно 25 метров. То есть вы представляете, что температура воды до 30 градусов опускалась на такую глубину. То есть перемешивание все равно есть, какое-никакое. И, значит, самый, наверное, последний, такой вот самый глубокий белый коралл на 28 метрах я видел. Дальше все-таки уже их нет, но там и кораллов меньше, да, под 40 метров там вообще уже можно ничего не считать, там слишком мало света для этого. Вот такие вот картины, совершенно странные, мертвенно-бледные, все это ужасно, и мало рыбы. Значит, обесцвечивались практически все варианты формы роста колонии, то есть и массивные, и ветвящиеся. Причем тут же есть, как вы видите, уже и необесцвеченные, и явно, вот, допустим, как же она называется, акропора Глаука, вот, она не обесцвечивалась. Вот она синяя, да, и синяя благодаря симбионкам, и их хоть бы что. Вот, а вот акропоры, всевозможные фараоники, египтеака, акропора Симпла и так далее, они все белые стали. То есть это еще и зависит от вида конкретного, насколько они устойчивы или нет. А в некоторых случаях пол колонии белая, я вам это покажу, а пол колонии нет. Возможно, это было еще и потому, что эта обесцвечие не началось, но затронула, не охватила всю колонию. А обесцвечивались не только колонии, соответственно, унитарные, как это фунгиида, полипы тоже, многие были белыми, но тут же вместе с ними были такие же королиты, такие же, назовите его полипом или королитом, кораллом лучше, может быть, и, соответственно, не обесцвеченные. Обесцвечивались как твердые, так и мягкие кораллы. Вот это было интересно, потому что они тоже с симбиотами, они тоже герматипные. И поэтому вот и здесь вы видите какие-то акционарии есть, эти, как и саркофитанные и прочие. И тоже часть обесцвечивалась, часть нет, хотя одного возраста. Вот такие вот несчастные амфитрионы, рыбы-клоны, белых-белых, да, они должны быть какими-нибудь там красными или желтыми, или синими. Вот, в своих актиняриях, актиню, и тоже. Но, как бы, кто-то дохнет, кто-то нет, радость. А вот это совершенно, так сказать, загадка. Вы здесь видите вееровидные колонии одной из мелифор местных, вот эти решетки все. И они живут без семью. Они ярко-желтые. То есть, их окраска утрачивается из-за повышения температуры, потому что они гибнут благополучно. Но вот оказывается, кто-то из, по крайней мере, пусть они и гидрокоралла, из рифостроителей гибнет не из-за того, что он утрачивает симбионтов, а из-за того, что, собственно, они сварились. Просто тупо, так сказать, метаболизм отказывается продолжаться в таких условиях. Вот еще видно, как это распространяется. Да, по сути, белые здесь уже мертвые куски коралла. И дальше они просто разрушаются. Это варианты частичного обеспечивания, когда иногда оно останавливается. То есть, по-видимому, возвращение температуры к какому-то оптимуму позволяет заселить ткани симбионтами. И коралл принимает, естественно, окраску и дальше выживает. Можно также предполагать, что в некоторых случаях мы фиксировали то, как по кораллу это обеспечивание распространяется. Причем слева, я не знаю, как он называется. Смотрел, но выскочил из головы. Вот. Мягкий и справа жесткий коралл. Вот вам частичное обеспечивание. Одна колония стилофоры. Стилофоры достигают иногда в высоту трех-четырех метров. Это вот такие огромные курки с факелами на концах. Собственно, это такие сростки полипов. И вот здесь, как вы видите, это одна, возможно, две колонии, в которой часть вот этих трупов, этих факелов, опять же, белая часть нет. Уже я говорил об этом, что очень мало рыбы. Вы видели какое-то количество этих рыбешек, и говорю, когда ты плывешь над живым рифом, это просто не в голове не укладывается. Как они находят все там убежища, корм, как они друг другом воюют, защищают, сигналят. Все это координации. Огромные массы, как будто стаи птиц разноцветных. А здесь пусто было во многих местах. Просто ни одной не было. Куда делись-то? Все сдохли, уплыли. Вот сложно сказать. Спрятались, так там еще хуже под кораллами. В некоторых случаях мы видели вот этого монстра. То есть сказать, что, допустим, рифы были повреждены действием чернового венца, ни в коем случае нельзя. А контастер Планки вызвал в начале 90-х, в середине 90-х годов огромные площади обесцвечивания в Северной Австралии на Большом Барьерном Рифе. Но в этом случае звезды буквально сожрали кораллы. То есть они их выжгли. Здесь нет. Здесь, особенно если ночью ныряли, они как раз ночью активные, они выходят. Иногда изредка они и днем выползают. Но здесь их было мало. То есть, наверное, за все 20 погружений я видел их 3-4 раза максимум, один раз ночью. Поэтому это явно не звезды. Ну и вот, собственно, к сожалению, результат обесцвечивания – это уже мертвая колония. Хотя ее можно предположить несколько сотен лет. Может быть, не тысяч, но сотен. И здесь вот этот грязноватый налет – это не что иное, как развитие зеленых водорослей, которые просто занимают пустующий субстрат. На живые колонии они сесть не могут, естественно, потому что они контролируются живой тканью коралла. Вот этой колонии может быть тысяча лет, может быть больше. И она мертвая. И она явно умерла совсем недавно. К сожалению, вот такое обрастание занимает пару недель в лучшем случае. Следовательно, можно предположить, что вот эта стагнация, эта температурная аномалия в этом месте – просуществовала на протяжении трех, может быть, большего количества недель. Некоторые колонии просто не справились. К сожалению. Вот, собственно, как должен выглядеть, если по количеству рыбы, по крайней мере, такой стандартный коралловый риф. И вот, как бы, это была там, ну, скажем так, центральная, ну, условно назовем центральная часть Красного моря. И я попросил организаторов поездки, чтобы они свозили нас на один из рифов залива Сапага, Миддл Риф, где-то около двух суток оттуда. Потому что мне очень хотелось посмотреть, как себя чувствует этот риф, который был совершенно, ну, просто непередаваем в замечательном состоянии. Я вам показывал два года назад этот риф, вот, съемки сделанные с него. И мы там ныряли. Ну, слава тебе, Господи. Он был немножко поврежден, но основной массив рифа все-таки оставался живым и здоровым. И это внушает некоторый оптимизм. Но этим летом я там не был. И этим летом мне сказали, что уже и Эльфинстоун, это знаменитый риф у нас в кабинете профессора, если кто входящий видел картинку подводную, сделанную нашим выпускником Михаилом Федюком много лет назад на этом самом Эльфинстоуне. Это знаменитое место, куда возят людей смотреть акул. Риф, Дедалус, и все они были обесцвечены. Там частично или целиком. На них никто никогда не видел обесцвечивание, они слишком далеко на север. То есть это повеление, да, это событие, этот феномен начинает продвигаться на север. Ну, в целом, как я вот студентам, опять же, показываю эту статью, уже лет, сколько-то, больше пяти лет, семь назад вышла большая статья хитов кораллового бизнеса, коралловой науки, которые сказали, что, утверждают, что назад пути нет. Рифовая система в глобальном масштабе уже в настоящий момент повреждена настолько, что вернуться к исходному состоянию не представляется возможным. Англичане накаркали, что к 2050 году мы потеряем 41% всего разнообразия герматитных кораллов, мелководных вот этих самых рифостроителей, и основной удар придется на Юго-Восточную Азию. Ну, естественно, это место самого большого срезоточения видов видов разнообразия, знаменитый коралловый треугольник. Это все очень-очень печально. Как будет развиваться ситуация, никто не знает. И сейчас я вам покажу два или три видео, которые сняты были во время этой поездки. Собственно, одна часть этого самого рифа, который... Снимался на тот момент, и вы можете теперь посмотреть, как это выглядит не на картинках, а на видео. Вот теперь представьте, что это 32 градуса. Вот вы плывете в этом бульоне, а ему бежать-то некуда. Это все куски одного и того же погружения. Практически везде, где мы ныряли, это, ну, в общем, в пределах, наверное, 30-40 морских миль в диаметре участок рифов. Он выглядел приблизительно так же. Ну и последний кусочек. А есть! Понятно, все. А есть! А есть! Продолжение следует... Значит, после того, как съемки производятся, они поступают в специальную программу, эта программа считает количество колоний, причем весьма условно, естественно, их невозможно четко все идентифицируются виды, проективное покрытие вычисляется, затронутые и незатронутые. И, соответственно, таким образом, допустим, если в этом месте проходили погружения, транссект нету, то есть часто делаются транссекты, но в данном случае все, гнали, гнали время, время, 4 погружения в день. И везде ставить эти цепи или веревки, в общем, это сильно бы усложнило все. Поэтому вот по каждому отдельному маршруту GPS плывет на парник, то есть мы знали точно траекторию, по нему вот эта съемка велась. И дальше ведется учет просто пораженного количества колоний и дна, и, соответственно, процентное соотношение непораженных-пораженных колоний. Потом проводится анализ, в зависимости от результатов сравниваются разные участки, допустим, этого района или Красного моря там в целом и прочее, прочее. Арабы участвуют из Саудовской Аравии, было 2 или 3 человека, вот я забыл их, они очень обеспокоены вдоль всего там Джедда и прочее, вдоль всего побережья Саудовской Аравии, у них там университет стоит и Майорской биологический институт, там все выбелило и восстановилось, чтобы потом, допустим, через полгода люди ныряют и смотрят, опять же, какое восстановление, если оно прошло, что погибло и так далее, тогда можно оценивать какой-то потенциал для восстановления. Вот. Все. Спасибо вам за внимание. Я постарался быть, ну, 40 минут. Спасибо. Я не знаю, что вопросов не надо. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, если у кого-то что-то есть, это депрессивные всегда рассказы, вон они у меня выходят с лекции, все время плачут. Да, 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 да. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я... Как такие волны же были, многократно это будет все, правда? В потеплении, естественно, на нашей планете было много, не вызванных в том числе деятельностью человека, поскольку человека тогда и не было. Но когда мне задают такой вопрос, а его задают все, от тебя до моей жены, от моей жены до студентов и так далее, и так далее, я отвечаю следующее. В настоящий момент, да, вот, метеорологические наблюдения ведутся на нашей планете с 1884 года. Регулярные метеорологические наблюдения в некоторых точках. То есть у нас есть учет в районе 140-150 лет, но у нас, кроме всего прочего, есть дендрологические данные по ископаемой, в том числе, ну, субфоссильной древесине, и мы можем... Естественно, экстраполируя толщину колец деревьев нарастаний с современных на ископаемые, оценивать климатические вот эти колебания на протяжении последних, по крайней мере, 400 лет. Вот, с точностью там до месяца, они говорят, дендрологи. И в данном случае кривая роста температур совершенно дикая. То есть у нас очень быстро идет увеличение температуры как воздуха, так и воды. И связать это иначе, как с антропогенным влиянием, невозможно. Ни солнечными циклами не объяснить, ничем. То есть, да, в Верхнем Милу средняя температура на нашей планете была 24,5 градуса. Сейчас у нас средняя температура считается 17 градусов. Средняя температура. Средняя, да, ни максимально, ни нижняя. То есть, конечно, на нашей планете было гораздо жарче когда-то. И не было этих шапок льдов. И не было ничего. И кораллы, конечно, вымирали, наверное. Вот если... Но! Вот таких быстрых... То есть мы, грубо говоря, сейчас убьем за 50 лет все то, что накоплено природой за ближайшие, допустим, 10 миллионов лет. Ну пусть. Человек-фактор или перенота сама как бы... Нет, в данном случае как бы... Ну, вы, некоторые из вас знаете Григория Гениховича. Да, это как бы биолог, работает в Евгенском университете, биолог развития. Его папа, дай бог здоровья, он специалист по аэрозолям. Он физик. И он всю свою жизнь работает с математическими моделями, описывающими циркуляцию во всяких там слоях атмосферы с учетом выбросов. Всевозможных. И они совершенно как бы... У них нет сомнений в том, что все то, что делается сейчас на нашей планете, это результат антропогенного воздействия. Причем ни фабрики, ни машины, ни какие там эти теплоэлектростанции, сельское хозяйство. Вот сейчас по последним практически данным, 85% углерода, находящегося в составе углекислого газа и серный... Какой же второй еще с углекислым газом? Ну, надо. Их там четыре. Газы, находящиеся в атмосфере... Метан. ...трансформации... Во, молодец, спасибо. Извини, пожалуйста. Вот. Это результат трансформации биогенов в почвах. То есть, это сельское хозяйство. Даже не в попах коров, в желудках и так далее. То, что они пукают в огромных количествах. Сколько сейчас? 20 миллиардов крупного и мелкого или среднего рогатого скота на планете ест и перерабатывает органику. Вот все вместе. Это дает... ...самулительный эффект. Нет, никакого предложения. Слишком много людей. Слишком много людей. Ну... Нет, не слишком много людей. Ты же ешь мясо. Ешь. А ты не ешь. Ты меня упрекаешь. Я не про это. Ну, призыв тому, что человечество виноват, и при этом еще они... Как бы ты из того же человечества, но это... Ну, хорошо, давайте не обращать на это внимание. Оно само сдохнет, но пусть нам будет хорошо. Это просто констатация факта. Нет, это констатация факта. Это, несомненно, это констатация факта. Это великое сожаление, да, по поводу стагнации и умирания такой прекрасной и богатой экосистемы, причем происходящей на наших глазах стремительными темпами. Вообще деградация как поверхностных, как сухопутных, так и подводных к этой системы мы приспосабливаем под себя жизненное пространство. И национальные парки нас не спасают по массе параметров, к сожалению, куда мы загнали декорпировку. Кстати, вот программами, которые выделяются, видимо, не очень мало денег, регистрация. Вообще, в принципе, у них еще какие-то действия на регистрацию. Ну да, спасибо большое за вопрос. Вопрос был такой, выделяются ли деньги ООН на то, чтобы кроме фиксации этих событий, может, каким-то образом их изучать по-другому или восстанавливать. Да, существует масса пилотных и долготекущих проектов по восстановлению коралловых рифов разными способами. От создания искусственных рифов, то есть это подводных конструкций, на которых могут поселяться личинки кораллов и, соответственно, вырастать эти колонии. До выращивания кораллов из личинок и расселения их в те или иные регионы. До всевозможного образования, то, что называется environmental education, то есть рассказывать местному населению, что кораллы нельзя взрывать, нельзя травить цианидами, рыбу там ловить и прочее, прочее, прочее. То есть в сферах деятельности огромное количество денег выделяется, различные фонды, типа защиты, охраны природы спонсируют эти программы, но деньги уходят, как вода в песок. То есть они частично разворовываются на местах, и это известно. Частично ряд методов, считавшихся перспективными, оказались не перспективными. Главное, что огромные площади. То есть да, мы умеем хорошо выращивать некоторые виды кораллов в аквариуме. Будучи высаженными там в природу, выясняется, что колонии там быстро достаточно гибнут. Они должны расти в природе, грубо говоря. И так делают, фрагментируют колонии, приклеивают их там, они растут. Где-то лучше, где-то хуже. Прогресса, прорыва никакого нет. То есть этим занимаются порядка уже 30 лет, по крайней мере, если не больше. Попытки спасти, допустим, какой-то локальный очаг поражения. Да, вот там все сдохло. Давайте там создадим искусственный риф, как фреймворк, как основу для оседания личинок. Вот, и там сделаем искусственные, фибергласовые, металлические, кирпичные, там из чего только не делали. Вот, и да, там что-то начинает расти, но так как... И оно бы и росло, а потом бах, очередная волна. То есть проблема в том, что вот это вот тепло, этот перегрев, он не дает им... Они еще пока не акклиматизировались. Это слишком часто. То есть удары в основном. Они бы восстанавливались. Я показал, за 20 лет на Мальдивах выросли чудеса. Я нырнул на рифе, который я помню, там черт не знает когда, и там столы трехметровые. Я просто не верил глазам, я плыл, снимал. У меня есть все эти снимки 16-го года. Я поехал в феврале. В мае это все было в хлам, дохло. Понимаете? То есть мы можем в это дело вкладываться. И да, мы знаем уже очень много. И вкладываемся. Но климат, 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 климат. Что с этим делать? Ну вот я опять же ребятам рассказываю в курсе лекции, на что можно надеяться. Один из источников спасения – это глубоководные колонии. Те, которые живут там ниже 20 метров или 15 метров, где эти волны не очень ощутимы. В общем-то все заселение идет именно оттуда. Это так и есть. Но выяснилось, что в общем те же симбионты, они адаптированы к своим глубинам-то. Они не очень любят подниматься, ну грубо говоря, расти там, где теплее. То есть не так все гладко. Да. Да, это происходит. Да, из глубины туда приходят личинки и садятся. Вот. Но в некоторых случаях восстановление невероятно хорошее и так далее. Можно на это надеяться. Просто не могут они не расти. Самые быстрорастущие, конечно, есть. Там вот это вот Акропора Цервикорниш. В год растет ветка 14 метров. Извините, оговорился. Да, да, конечно. Вот. Это много. И понятно, что за 5 лет это уже вот посчитайте. Да, вот такой вот куст вырастет или вот такой вот столб. Но все-таки получается этого недостаточно. Тот же Иваненко, которого сегодня Андрей Игоревич упоминал, вот студент будет защищаться. Он в 16-м году они прошли на яхте с севера на самый юг Мальдивов. Он сказал, что больше никогда туда не поедет. Ну, потому что все сдохло вместе с кораллами. Проблема-то в чем? Что кораллы дохнут и дохнет все население. Крупные могут мигрировать на соседний риф, где получше и так далее. А также вымирает все. Они же специалисты, черт возьми. Они не могут нигде в другом месте жить. Собственно, ни на манграх, ни в открытом океане. Да, кто еще хотел что-то спросить? Да, да. Вот риф из Пратли. Как бы я хотел... Я не поехал. Я не поехал. Никто не поехал? Ага. Конечно, все равно. А ладно. Он сам отказывался, потому что нашу не отрог. Андрей, чтобы что-нибудь такое против тебя сказать. Вот, скажи, приходилось ли тебе читать? Мы живем на планете, которая нагревает. Если бы она оставала, конечно. И терапическая зона делала бы все хуже, 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 а потом отрогтили. Да, понятно, что все это бьет на газе, которая нуждается в традиционном ходе, а на рекордном ходе было бы обречено на ноги. Сейчас для дилетанта ситуация не такая уж плохая. Ну, лично, акрефоний, аккурилон, здесь же более прохладно. Почему не отступает туда? Есть ли данная литература о расширении ареалов, вот этих тропических видов, ну, на север, на юг, в более прохладные места? Понятно, что присутствует при любой революции против. Социальная, биологическая. Ничего хорошего в этом нет. Для равновазия будет повреждаема при любых резких изменениях. Но есть ли хотя бы какая-то надежда на то, что зона тропиков расширится, и туда отступят виды, которые не могут считывать установлены в классе? Спасибо большое. Это еще одна, как бы, некая надежда. На мой взгляд, на настоящий момент, то, что я знаю, существует единственная статья, которая показала появление некоторых видов мягких кораллов, которые ни разу до сих пор не описывались, на Тайване. Там, то есть, они якобы есть во Вьетнаме, они якобы есть, вот, что-то такое встречалось или мне говорили. То есть, масштабно пока нет. Там ведь свои ребята занимают дно. И кораллов-то там зачастую никто не ждет. И опять же, и листые грунты, да, и прочее, ведь им нужно на чем-то селиться. Да, мы надеемся, что если зона вот этих вот термических ударов будет расширяться, то часть кораллов попробует, по крайней мере. Но они вынуждены будут, да, личинки будет нести течениями, они будут там оседать, и кто-то, возможно, будет выживать. И про инвазивные виды, их возможность выживать в условиях, так сказать, более благоприятных, но все вы знаете и все слышали. Я говорю, что несколько лет назад анчоуса нашли в Балтийском море, который всегда считался ограничен Бискайским заливом, Средиземным морем. Как он туда уплыл? Да выжил. А зиму как? Да никак, нормально. Попугаи в Англии живут, уже устойчивые популяции в Англии. Попугаев, сбежавших, сам видел. Летит, типа три вороны, два попугая еще говорят между собой. Причем еще попугаев ворон научили, а не наоборот. То есть понятно, что очень хочется надеяться, что вот это вот разнообразие, по крайней мере, отчасти сохранится на глубине и отчасти сможет оккупировать какие-то более северные территории или южные наоборот. Вздем на Белом море. Вздем на Белом море. Ну хорошо, тогда вздохнет все наше, что есть на Белом море. А в обратную сторону тоже освобождается огромная мощь, которая может быть спланирована, может быть, не при снести. А где мы, наверное, не при снести? Абсолютно верно, это хорошо. Но то, что мы знаем сейчас, это два варианта развития событий. После вымирания кораллы все-таки возвращаются, если не было, опять же, таких термических ударов. И восстанавливаются, причем даже похожие. Либо эта вся территория занимается водорослями. И тогда кораллы тогда не могут. Да, вот у меня есть в курсе лекции несколько таких фотографий, когда одни и те же участки сняты до обесцвечивания. Потом полная могила после обесцвечивания. И там, допустим, через 5-10 лет. И одни, в общем, что-то там пошло, пошло, пошло. Глядишь, оно и восстановится, если не убивать. А второе – это водоросли до горизонта. Еще один вариант – это губки. Некоторые оппортунисты, они просто ковром покрывают огромными такими пятнами вот этот вот гравий коралловый обломки. И там, конечно, ничего не селится. Ну, возможно, когда-то они там сдохнут. И в некоторых случаях вот от водорослей и губок дно чистят шторма. Я помню, что во Флориде как-то смеялись, что шторм вообще-то, допустим, есть шторма, после которых рифы не восстанавливаются десятилетиями. Это просто все вот этим валом воды к чертовой матери на площади десятки квадратных километров. Настолько большие мощные удары. И там все. Там, видимо, ниоткуда приплывать этим личинкам в этих местах. Долго все формировалось, снесено и ничего не осталось. А в некоторых местах как раз вот дырка какая-то локальная. Вот. То есть от шторма. И шторм так хорошо все почистил, что туда нападали личинки и все пошло расти лучше, чем вокруг. Такие тоже варианты бывают. Спасибо. Спасибо. В нашем ваене есть видео и комментарии. Она говорит, спасибо за доклад и видео. И комментарии, какой он не пора. У некоторых, видимо, есть. То есть, по крайней мере, тот, с которым я. И вот это имело дело. То есть, ну, как бы он вроде как хорошо изученный. И он агерматитный. Вот. Но я проверю. Спасибо за замечание. Я всегда очень внимательно за таким слежу. Спасибо. Еще Сергей Романович. Хочу вас спросить. Да, Сергей Романович. Спасибо за доклад. Краткий такой вопрос. Ты сказал, что сейчас уже известно, какой механизм обесцвечивания. Но несколько лет назад было не очень понятно. Можно чуть поподробнее? Что выяснили? Как происходит обесцвечивание? Ну, сначала думали, что это просто взяли и сварились. То есть, сначала думали, что это прямое термическое воздействие. И ткани кораллов не могут выносить температуру выше 32 градусов на протяжении двух-трех недель. Потом, естественно, сунули, стали экспериментировать довольно большое количество экспериментальных работ по содержанию в кислой воде и в нагретой воде и так далее. И стало понятно, что, ну, это известно и раньше было, окраска кораллов, многих кораллов обеспечивается пигментацией их симбионтов, а не пигментацией самих кораллов. Есть, конечно, пигменты у кораллов как таковы, но теперь мы знаем, что, допустим, в некоторых видах, в некоторых даже иногда колониях, одного и того же колонии кораллов, живет более чем два вида симбионта с разными пигментами. То есть, они еще и комбинации цветовые. Было показано, что у обесцвеченных кораллов, в отличие от непораженных, гастродермальные клетки лишены симбионтов. То есть, они пустые. А потом уже и достаточно подробно и на электронке показали, как они выплевывают эти клетки. То есть, фиксировались на разных этапах обесцвечивания. Причем клетки-то не умирают, они их живыми исторгают из себя. Я имею в виду клетки симбионта, растительные клетки. Но далее коралл, по сути дела, перестает их поглощать. Даже если их искусственно, в больших количествах, в той воде, в которой живут эти кораллы, запускать. Коралл вялый, он перестает питаться. Плюс нарушается метаболическая активность. И симбионты, это тоже хорошо известно, их метаболиты, сахара, которые они выделяют, они коралл кормят. Некоторые кораллы лишились щупалец в ходе эволюции. Они не могут больше сами есть. Они получают всю необходимую им энергию за счет тех сахаров, которые фотосинтезируют, скажем так, или производят в результате фотосинтеза их симбионты. Поэтому если коралл совершенно не способен к тому, чтобы ловить пищу для себя сам, то это как бы очевидно, что он погибнет просто от голода. Но здесь комплекс факторов, по-видимому, и термическое воздействие, которое неблагоприятно для живой ткани, и, собственно, голодание. И в том случае, если температура падает воды, то клетки снова, гастродермальные клетки, начинают глотать. Начинают глотать в том числе водорослевые клетки. И таким образом система восстанавливается, и, по крайней мере, шаг за шагом. Очень хорошо можно видеть, когда смотришь на живые и здоровые колонии, что их кончики или края растущие, они белые. Сами колонии уже окрашены, то есть у них много симбионтов. А вот эти растущие участки, где еще нет сформированных полипов, они еще не заселены ими. То есть это все внешнее заселение, то есть это горизонтальный перенос. И они получают этих симбионтов из морской воды, и они живут там спокойно. То есть есть симбионты, которые, видимо, в большей степени связаны со своими хозяевами. Их часть цикла проходит внутри хозяев. То есть они инцестируются, они дробятся внутри клетки хозяина. И в дальнейшем некоторые из них могут выходить самостоятельно. То есть не отторгаться вот таким образом из-за изменения температуры, а сами выходить во внешнюю среду. У них есть какая-то мобильная стадия. То есть они со жгутами мотаются в этой воде, плавают. А потом снова заглатываются. Но инцестирование далеко не у всех осуществляется в воде. И вот у многих, как теперь мы знаем, именно в кораллах. И, соответственно, дальше бесполное размножение. Вот. Спасибо большое. Но непонятно, что именно заставляет, какой элемент в биохимических путях нарушается, заставляет выплевывать заоксантеллы. Что именно разрушается? Что у них отрасывает в этот момент? Ломается. Слушай, можно посмотреть? Больше, чем уверен, что это сейчас известно, что у них конкретно ломается. Я могу посмотреть. Вот, собственно... Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас ваши рассуждения, они привели к тому, что на самом деле не от температуры гибнет, а от температуры нарушается взаимодействие. Да, 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 да. Ну, частично, видимо, и от температуры. Некоторые, по крайней мере. Вот те, у которых нет симбиона. Дело не в том, что сдохли. Дело в том, что по каким-то причинам они просто там не могут... Симбионты тоже дохнут. То есть, опять же, это эксперименты, и они, по крайней мере, тоже не любят эту воду. Такую. Не любят. Да. Надо же там хорошую. Нет, термофильные, термофильные зооксантеллы, собственно, они известны, и, допустим, есть кораллы, которые живут в лагунах, то есть на глубине одного метра, на песчаном дне. Обломки валяются и не дохнут. Там вообще подсоры. И они живут. Да, это тоже акропоры. Есть виды. И они, главное, что они не живут на внешнем рифе. Им там холодно, видимо. То есть, они адаптированы целиком. Ну, по крайней мере, вот к таким очень-очень неблагоприятным. Но это всегда один вид. То есть, там никого другого, кроме них, нет. Да, да, конечно, это ломается система. Конечно, конечно, конечно. Кстати, губки обесцвеченные тоже бывают. То есть, у них просто все погибает. И бактерии погибают, и водоросли. А губка держит удар. Губки, кстати, дольше гораздо могут быть без своих симбиотов, чем кораллы. Губки древние, губки могут все. Беспотский бог. Счастлив. Дорогие, есть ли вопросы или какие-то соображения, может быть? И если нет, мы вот такие все впечатленные. Благодарим еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Я вас...